МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города в студии Яна Добровольская. Здравствуйте! И вот некоторые темы выпуска. Родила ребенка, поехал в отпуск. Материнский капитал разрешат использовать на отдых в Крыму. Что в имени тебе моем? Младенцы в Ноябрьске все чаще получают старорусские имена. Ноябрьск-2 на Ямале по числу отравлений. Такая информация появилась на просторах интернета. Новости нашего города выяснили цифры, даны в абсолютных показателях. То есть не соотнесена численность города с количеством отравлений. И вот цифры, которые приводят местные врачи. За первый квартал этого года в округе зарегистрировано 67 случаев отравления химическими веществами. Из них в Ноябрьске только 16. Причем чаще других спасать от отравлений приходится тех, кто травится намеренно, то есть суицидников. В целом, если говорить об отравлениях по Ноябрьску, их можно разделить на три большие группы. Первая группа – это отравление этанолом. Но нужно сразу оговориться, что сюда относятся не только отравление суррогатами или некачественным спиртным. Сюда можно отнести чрезмерное употребление разовых доз спиртного, которое может привести к токсическим влияниям на организм либо к летальному исходу. Вторая группа – это отравление с суицидальной целью. Сюда относятся у нас отравление химическими веществами различные теологии, как уксусная кислота, химические бытовые растворители, щелочи, а также медикаментозное отравление с целью суицида. Ну и третья группа – это случайное отравление у детей младшего возраста. В России будет создан Федеральный экологический совет. Соответствующий документ уже подготовило Министерство природных ресурсов, сообщает официальный сайт ведомства. Его основной функцией станет координация федеральных и региональных органов законодательно-исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды. Кроме того, он будет принимать участие в разработке целевых программ, национальных и региональных проектов, экологических исследований, конференций и информационных акций. Документ уже направлен в регионы. До середины сентября субъекты выскажут замечание по его доработке и выберут кандидатуры для включения в состав совета. Первое заседание должно пройти уже в декабре. На Ямале торжественно открыли Всероссийскую студенческую стройку Бованенкова 2014. В этот раз в наш округ прибыли более 500 бойцов из России и Белоруссии. Студентов ждет насыщенное лето. Они займутся укладкой тротуарной плитки, общестроительными и дорожными работами и приступят к оккультуриванию территории. Всероссийская студенческая стройка Бованенкова в этом году стартовала уже в третий раз. В 2013-м она была самой многочисленной, собрав около тысячи добровольцев. Сейчас число приехавших меньше. А связано это только лишь с тем, что строительство и обустройство объекта завершается и, соответственно, сокращается фронт работ. Использовать материнский капитал на отдых детей в Крыму соответствующий законопроект внесли в Госдуму единороссы, сообщает информационное агентство «Регнум». Издание пишет, что принятие закона позволит значительному количеству семей, не имеющих возможность за счет собственных средств оплачивать санаторно-курортный отдых и оздоровление детей, организовать его на курортах в Республике Крым и в Севастополе. Сейчас Крым и Севастополь переживают трудности переходного периода интеграции в экономическое пространство России. Но, по мнению депутатов, принятие законопроекта позволит направить средства федерального бюджета на стимулирование развития туристического сектора, сохранить и увеличить рабочие места, а также повысить уровень жизни в этих регионах. Добавлю только, что сейчас материнский капитал можно потратить на образование, улучшение жилищных условий и пенсионное обеспечение матери. Много полезной и интересной информации на странице газеты «Слово нефтяника». Свежий выпуск «В свет» выходит уже завтра. Слово нефтяника. Читайте в свежем выпуске. Так повелось, что постоянное пенсионное преобразование настораживают россиян. С 1 января 2015 года грядут очередные изменения. Реформа коснется почти 100 миллионов человек, а выплаты теперь будут рассчитываться по новой формуле, которая начнет действовать с 1 января 2015 года. Как самостоятельно сделать пенсионный расчет, читайте на первой и третьей полосах издания. Для ноябрьских и муравленков, водителей, состояние дорог – проблема номер один. Те, кто не прошел дорожный дезодрайп, могут выложить существенную сумму денег на ремонт своей машины. Зачастую ямы и ухабы становятся причиной и серьезной ДТП. Стоит ли в ближайшее время ожидать улучшения дорожного полотна? И почему наши дороги далеки от идеальных? Об этом читатели узнают из материала Павла Желтова на шестой странице издания. А специальный корреспондент газеты Татьяна Горданова решилась на очередной эксперимент – прожить в Москве без денег. Уже месяц отчаянная путешественница пытается не только выжить в российском мегаполисе, но и заработать. Параллельно она изучает столицы нашей Родины и рассказывает читателям о ее безграничных возможностях. Об интересной, но одновременно трудной жизни в Москве читатели узнают на 11-й странице «Слово нефтяника». Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. За халатное строительство и содержание автомобильных дорог можно будет отправиться в тюрьму. Такие инновации в уголовный закон готовит главный полицейский следователь страны Александр Савенков. По его данным, каждая четвертая ДТП с тяжкими последствиями совершается как раз из-за плохого состояния дорог. Савенков предлагает ввести уголовную ответственность как за несоблюдение установленных законом требований при проектировании и строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, так и при ненадлежащем содержании автодорог. По данным все того же Александра Савенкова, ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибает около 30 тысяч россиян, из которых более четверти люди самого активного и трудоспособного возраста. В Ноябрьске же только с начала года в 44 авариях пострадали 55 человек, еще четверо погибли. Мы поинтересовались у жителей города, в чем, по их мнению, основная причина дорожно-транспортных происшествий. И вот, что из этого вышло. Бывает, пешеход виноват, бывает, водители как-то. Не знаю, что сказать, мне самым сыновей тоже за рулем. Не знаю, дороги нехорошие у нас. Я думаю, водители больше виноваты. Ну, как пешеходы, я считаю, может быть, так и водители. И те, и другие. Внимательность, что водители, что пешеходы. Ну, я считаю, это не только в вашем городе, но в каждом городе это проблема. Ну, я думаю, что тут однозначно нельзя сказать, или пешеходы, или водители, наверное, взаимно. Ну, и дороги. Я считаю, это ответственность водителей, в первую очередь, быть внимательным на дороге, соблюдать то, что ты можешь не только свою жизнь, но и жизнь другого человека. Ну, и второе, у нас в городе, я считаю, что пешеходы тоже должны быть внимательны. Они идут на светофорах, даже на пешеходных переходах, даже не смотря, едет машина, не едет. Есть человеческий фактор, есть машина, железка, которая может любой быть, отказать тормоза и все. То есть, я считаю, что обоюдное должно быть внимание на дороге, как пешеходы, так и водители. Почта России поставила очередной рекорд по доставке почтовых отправлений. Житель Салихарда Дмитрий Черненко выложил на своей странице в соцсетях скан отчета о передвижении экспресс-посылки. Груз стоимостью 19 тысяч рублей был отправлен из Москвы в январе этого года. Дальнейшая его судьба была неизвестна, пока совершенно неожиданно посреди лета в дверь к заказчику не постучался курьер. Нелегкий путь коробки из Москвы в Салихард составил без малого 7 месяцев. При этом, согласно отчету, коробка успела набрать весе около 8 килограммов. Заблудившийся в ямальских просторах сноутборд, а именно это было в посылке, летом покупателю был уже не нужен. Адресат отказался выкупать просроченный товар. Продолжение следует...